Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Они еще учились, а за ними уже выстраивалась очередь из работодателей. В этом году Институт строительства и архитектуры ПГТУ выпустил последний поток по специализации проектирования зданий. Выпуск инженеров-архитекторов 24 человека. Из них большинство, еще не успев получить диплом, уже устроились работать по специальности. Трудоустроиться мне уже успелось, потому что еще с момента преддипломной практики я работаю в одной из частных фирм нашего города по своей же специальности – инженер-архитектор. Это одна из самых нужных специальностей и, что очень кстати, одна из самых оплачиваемых. Город меняется, строятся новые здания, застраиваются новые районы, в том числе Медведевский район, там очень много новостроек. По данным Минстроя Мариел, среди 16 муниципальных районов республики, лишь в трех работают специалисты именно с высшим архитектурным образованием. Еще в прошлом году, подстроившись под новые требования в сфере строительного образования, в ПГТУ организовали первый набор по направлению подготовки архитектура. Набрали 20 человек. Не успев закрыть специалитет проектирования зданий, мы в прошлом году получили лицензию на подготовку чистых архитекторов со сроком обучения 5 лет. Это будут бакалавры со сроком обучения 5 лет, а дальше магистратура, все 2 года, значит так. И я думаю, что мы практически ничего не потеряли. В этом году, в 15-м году ставили цель восполнить как раз вот этот пробел, чтобы в каждом городе у нас, в республике, в каждом районе был настоящий архитектор. С дипломом архитектора. И поэтому вот в прошлом году мы очень активно работали в рамках подготовки абитуриентов для этих районов. И мы эту брешь в какой-то степени немного уже закрыли. Впрочем, в Мариэл сегодня как воздух нужны не только специалисты с высшим профессиональным образованием. Рейтинг наиболее востребованных профессий на рынке труда в республике возглавляют подсобные рабочие, продавцы, уборщики, водители, грузчики. Есть работа для менеджеров, бухгалтеров, медсестер, фельдшеров, электрогазосварщиков, воспитателей, швеи, трактористов. Все вакансии размещены на общероссийском портале «Работа в России». За весь прошлый год в службу занятости в Мариэл обратились 14,5 тысяч человек. В ответ на это работодатели заявили 26 тысяч вакансий. В 2015-м несколько уменьшилась численность занятых в торговле и госуправлении. При этом более 3,5 тысяч рабочих мест было создано в сельском хозяйстве и обрабатывающем производстве. Упор был сделан на переобучение безработных, повышение квалификации, а также открытие временных рабочих мест. В 2015-м их было создано около 3 тысяч. На сегодняшний момент основными мероприятиями, которые мы планируем, это опять-таки создание временных рабочих мест. Безусловно, это трудоустройство временно безработных, трудоустройство несовершеннолетних с целью их трудовой адаптации и профессиональной ориентации. Очень массовые мероприятия мы планируем с Мистерством образования и науки республики по профессиональной ориентации. На сегодняшний день мы разработали их комплексный план по профессиональной ориентации молодежи для того, чтобы направить их на востребованные рынки труда, профессии и специальности. Надо отметить, что на сегодняшний момент в целом из всех заявленных вакансий в среднем у нас цена вакансии или, скажем так, заработной платы, которую объявляют работодатели, где-то 20-21 тысяча. Есть, которые, конечно, вакансии меньше, есть больше. Наибольшая заработная плата на сегодняшний момент у нас заявлена в сфере IT-технологий за 50 тысяч и, безусловно, в строительной сфере. Очень хорошо поднялась заработная плата в обрабатывающем производстве. Надо отметить, что и птицефабрика Акашевская, и племзавод Шибулагский, и Семеновский племзавод, у них достаточно хорошая заработная плата для сельского хозяйства. Поэтому направить наших граждан на те профессии и специальности, которые востребованы рынке труда, которые позволят получить достойную заработную плату за свой труд, это основная задача органов службы зависти, которая стоит перед нами в 2016 году. В этом году объем финансирования программ по линии Департамента труда и занятости населения в Мариэл составит около 160 миллионов рублей. При этом увеличилась доля республиканских средств. Кроме этого, с 2016 года Департаменту переданы полномочия в сфере трудовых отношений, оплаты, охраны труда, а также в области государственной экспертизы условий труда на территории Мариэл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова